Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы с вами познакомимся с лимитированным изданием ноутбука MSI Creator Z16, который был сделан совместно с модным японским дизайнером Хироши Фудзиварой. Сразу скажем, что главное, что есть в этом ноутбуке, это потрясающий дисплей на мини-LED матрице. Ну а о дисплее мы попозже поговорим, дисплей реально очень крутой, а пока посмотрим внешне на сам ноутбук. Одной рукой крышку легко можно открыть, раскрывается она на 180 градусов, что удобно. Ну и посмотрим, что нарисовал маэстро Фудзивара, отклеим пленочку и поглядим. Вообще Хироши Фудзивара это такой японский стилист, дизайнер, который всякие шмотки делает, разные коллаборации с другими брендами, в общем такой условный зайцев японский. В России я так понимаю, мало кто его знает, но тем не менее вот этот вот логотип с молниями, он считается всемирно известным. Небольшой прогиб крышки есть в центре, сам аппарат он не тяжелый, 2,2 килограмма он весит, а в толщину 1,8 сантиметра с ножками. В руках чувствуется как такая дорогая вещь, сборка здесь отличная, на пятерку с ней все хорошо. Целиком машина выполнена из алюминиевого сплава, все черного цвета. Ну и посмотрим на порты. Из интересного здесь есть два порта Thunderbolt 4, но ноутбук не умеет от них заряжаться. И есть две USB-шки второго поколения, ну и картридер microSD. Жаль, что нет HDMI. Работает машинка на процессоре Intel Core i7-11800H, 16 гигабайт оперативной памяти у нас в двухканальном режиме. И видеокарточка Nvidia GeForce RTX 3060 для ноутбуков с TGP до 65 ватт, то есть не шибко мощная 3060. Управляется система через приложение MSI Center Pro. Здесь много всяких разделов, но откровенно говоря, не все они полезны. Здесь много всякой ерундистик, типа оптимизаторов, ну я это не очень люблю. Четыре режима электропитания, высокопроизводительность, сбалансированный, бесшумный и супербатарея. Ну понятно, что каждый из них делает. В высокой производительности можно отдельно регулировать вентилятор, как в ручном режиме, для CPU и GPU отдельно задавая кривую поведение, в какой момент, на сколько раскручиваться. Также можно установить авто, или можно включить кулер-буст, когда вентиляторы выйдут на максимальные обороты. Есть функция сбережения батареи, бережного заряда, ну и как я уже сказал, всякие там улучшалки для сети и тому подобного. Кстати, замечу, что у этой машины отсутствует MIX свитчер, так что всегда работает NVIDIA Optimus. И еще есть поддержка HDR, при этом не просто HDR, а HDR 1000. И надо сказать, что экран и так-то очень яркий, а в режиме HDR он вообще как фонарь становится, и это очень клево, но об экране мы попозже поговорим. Ну то есть поддержка HDR 1000 здесь есть. Акустическая система управляется через приложение на Химик, традиционно для MSI. Здесь 4 динамика, поэтому звук, на удивление, оказался очень хороший, и пресеты и эквалайзеры все работают, то есть со звуком у этой машинки полный порядок. Особенно сочно звучит, когда на столе стоит, и динамики резонируют от покрытия. Забегая вперед, скажу, что дисплей и так отлично откалиброван, но если вам хочется, вы еще можете его вручную довести до ума, здесь есть разные пресеты, здесь можно менять температуру и, в общем-то, настраивать дисплей. Я пользовался в стандартном вот таком вот режиме, и мне было счастье, экраны так отличны. Как и у других ноутбуков MSI, в BIOS есть секретное сочетание клавиш, ну легко его нагуглить. Так вот, тогда откроется куча разных настроек, можно будет управлять всем чем угодно, если вы там мамкин оверклокер, или если вы хотите сделать андерволт, то в принципе это сделать можно, все параметры здесь разблокируются, и можете баловаться. Я андерволт не делал, потому что машина мне не показалась горячей, ну в играх сейчас мы об этом поговорим. Синтетические тесты посмотрим для начала. Ну, 3060 на 65 ватт, многого от нее ждать не приходится, но результат достойный, то есть система выдает вот столько, сколько она по идее должна выдавать. Процессор мощный, видеокарта, но RTX 3060 все-таки с поддержкой лучей неплохо. 3.8 ГГц в тесте Corona 1.3, прошел рендер у нас за 2 минуты 2 секунды, это шустрый результат. Теперь поиграем в игры, для начала что-нибудь попроще, это Far Cry последний на ультра настройках графики, при этом в родном разрешении 2560 на 1600. Слева сбалансированный режим с автоматическими вентиляторами, справа высокая производительность и включен кулер-буст. Что касается FPS, ну 50 кадров, то есть игра отлично себя чувствует даже в родном разрешении на ультрах, и при этом разницы слева и справа практически никакой нет, ну потому что в видеокарту упирается. Частота процессора 4,2 ГГц стабильная, а вот что интересно, это с кулер-бустом он становится ощутимо прохладнее, то есть где-то 70 градусов у него получается, тогда как без кулер-буста до 85 все это дело доходит. Но он очень шумный с кулер-бустом, поэтому вряд ли вы его будете включать. В общем, Far Cry здесь хорошо идет, точно так же хорошо здесь идет Forza Horizon 5, RDR 2, ну вот подобные старые и не такие уж прям супер требовательные игры. Теперь посмотрим на супер требовательные игры, Cyberpunk 2077. Здесь мы понизим разрешение, чтобы у нас был пресет, трассировка лучей средняя и DLSS на 5%. Разрешение у нас будет 1920 на 1200, ну потому что это разрешение сторон 16 на 10. Как можно видеть, это режим высокая производительность, без кулер-буста и температура у нас 80-85 градусов, да иногда что-то 90 показывает, но я бы сказал в среднем 85 градусов. И это неплохие температуры для Киберпанка, учитывая, что корпус у нас тонкий. Процессор потребляет примерно 50 ватт, туда-сюда все это скачет, ну и видюшка 60 ватт. 65 ватт я в Варкрафте видел, в Киберпанке почему-то не видел. Частота 4,2 ГГц, стабильно висит. Если вы хотите похолоднее все это сделать, градусов 5 скинуть, ну можно включить кулер-буст, но я, наверное, вам этого не советую, потому что он реально очень шумный становится и вы замымукаетесь. С другой стороны, если вы играете в наушниках, то тогда проблем нет. Включаете кулер-буст, получаете на 5 градусов холоднее всю эту систему. На родном разрешении 2560 на 1600 Киберпанк с этими настройками работать не будет. Ну как будет, будет тормозить просто. Там придется выключать трассировку лучей. На мой взгляд, красивее игра выглядит как раз таки вот с трассировкой лучей, пусть и с пониженным разрешением. То есть вот так вот игра полностью проходима, FPS много, ну как много, ну и этого хватит, чтобы пройти Киберпанк. Если вы хотите, например, монтировать видео в Adobe Premiere, вот типа такого, как для канала Notic, то во время рендера там температура 80 градусов, частота тоже 4,2 ГГц, то есть рендерит он шустро, и там нигде ничего не проседает. Ну и, естественно, с фотошопом, если вы работаете, то вам за глаза производительности хватит. Так что этот ноутбук, он, в общем-то, не для игроков. Да, в нем можно поиграть в игры, вот в Киберпанк без проблем, да во все игры можно поиграть, но все же эта машинка не на геймеров ориентированная, а больше ориентированная на всяких дизайнеров и создателей контента. Ну, здесь классный дисплей, а производительности хватает для рабочих приложений. Ну, а если вы все-таки захотите поиграть, то я вам так скажу, учитывая, что тут настолько классный дисплей, сочный прям персик, то даже на средних настройках, ну вот у нас трассировка лучей не ультра, даже если мы еще чуть-чуть где-то понизим, то все равно картинка получается очень красивая. То есть, да, эффекты, может быть, какие-то подубрать, чтобы получить 50 FPS, но вот за счет цветов, за счет яркости, контрастности, да и HDR еще включить, то все будет просто великолепно. Теперь про экран. В лимитированном издании стоит матрица не такая, которая стоит в обычных креаторах, здесь 16 дюймов, адаптивный мини-LED дисплей, глянцевый, 2560 на 1600, с соотношением сторон 16 на 10, 165 Гц у него и поддержка HDR 1000. 100% покрытие DCI-P3 заявляется, но наш прибор не умеет это покрытие мерить, 100% sRGB и 85% Adobe RGB. Что касается Delta E, вот какая тут есть фишка. Вообще, заявлено меньше двух, и я в это охотно верю, потому что дисплей просто бомбический, но наш прибор не очень хорошо работает с мини-LED. Он выдает вот такую вот картинку, где, ну вы понимаете, это неправильный результат, да, так быть не может. Но, тем не менее, с мини-LED имейте в виду, что если у вас тоже какие-то приборы для калибровки есть, они не все будут хорошо работать с мини-LED. Теперь про яркость. Ох, 600 нит мы намерили, это без HDR. Если включить HDR, то он как фонарь вообще светит, но опять-таки с HDR не умеет мерить наш прибор. Яркости здесь с запасом. Можно в пустыне Сахара сидеть, и солнце будет светить, и вы все равно все увидите на дисплее. Тест камеры и микрофон. Ну, нормальный такой угол, изображение, в принципе, приемлемое, но мне кажется оно зернистое, то есть шумы небольшие есть. Ну, о микрофонах судите, как говорится, сами. Рабочая область из матового черного алюминия, и я специально не стал протирать ноутбук, чтобы вы увидели его вот как после эксплуатации. Он очень сильно заляпывается, и его протирать приходится часто, то есть отпечатки пальцев собираются. Кнопка включения, встроена в саму клавиатуру, тактильно никак не отличается, к сожалению. Ну, здесь удобно Page Up, Page Down, Delete Insert, Fn Control такие маленькие, но клавиатурка хорошая. У нее средненький ход, она хорошо закреплена, у нее тугая отдача, и играть мне было приятно, и печатать текст тоже. Есть функция Fn Lock, и есть дополнительные клавиши. Одна переключает режим электропитания на ходу, а другая переключает режимы подсветки клавиатуры. Подсветка клавиатуры здесь тоже мини-LED, разноцветная, каждой клавишей можно задать свой цвет, ну или какие-то эффекты, переливания и тому подобное. Тачпэд, вот тачпэд небольшой, какой-то он совсем маленький, и он очень глубоко уходит с углов, то есть у него где-то полсантиметра ход вот в этих местах, но в центре ход поменьше. Но он реагирует хорошо, но вот имейте в виду, что он глубоко заходит. Нижняя часть из такого же матового черного алюминия, внизу есть маленький логотип Hiroshi Fujivara, вот эти вот молнии, но он маленький совсем, его почти не видно. Прорези для динамиков, здесь четверо динамиков по 2 ватта, звук отличный, большое вентиляционное отверстие для забора воздуха и выдув идет как назад, так и в обе стороны. Внутри ноутбука нас поджидает засада, материнская плата перевернута, и добраться можно только до Wi-Fi модуля и до батареи. Вот так плата выглядит с обратной стороны, 2 слота под оперативную память и 2 слота для твердотельных накопителей. В нашем случае накопитель Micron на 512 гигабайт, очень шустрый кстати. Ну а Wi-Fi карточка здесь Killer X Wi-Fi 6i. Давайте померяем автономность, батарея здесь 90 ватт часа, жирненькая, мы поставим яркость на 70%, ну как обычно мы меряем ноутбуки, но тут нужно помнить, что экран очень яркий и он на этих 70% ярче большинства других на 100%, но тем не менее. И будем смотреть Blu-ray фильм Лига справедливости Зак Снайдера 4-х часовой. И за каждый час у нас будет тратиться примерно 14% заряда, то есть на 7 часов вот такого вот сценария его хватит. Хотите больше, ну понижайте яркость, это очень хороший результат. Теперь давайте прогреем систему охлаждения, для начала в сбалансированном режиме, у нас получается 2,5 гигагерца частота, при этом обратите внимание какие высокие температуры, ну вот 2,5 гигагерца и при этом он все равно 90-95 градусов. Кстати он в этом режиме не шумный, 35 ватт потребляет процессор, ну вот температура, температура высоковата, да, но в играх они значительно меньше, это все-таки жесткий стресс-тест. Теперь включим режим высокой производительности, автоматический режим вентиляторов. Ну подросли у нас частотки, стало 2,8-2,9 гигагерца, не то что прям это ваука очень много, но окей, 45 ватт потребляет процессор, а температуры остались такие же высокие, практически ничего не поменялось, 95-96 градусов это много. Теперь добавим к этому кулер буст, раскрутим вертушки на максимум и получил уже 3,2 гигагерца, вот здесь примерно мы включили кулер буст, то есть вот здесь был производительный режим, а вот здесь включился кулер буст. Ну 3,5 иногда он подпрыгивает, ну 3,2, 3,5, туда-сюда это барахтается, вот так вот в общем-то это в реальном времени выглядит, потребляет процессор уже 55 ватт, ну 53,95, 54 ватт, окей, будем точными. И здесь видно когда что включалось, а вот здесь не видно когда что включалось, потому что температуры как были 90 с лишним градусов, так и остались. Да, они прыгают туда-сюда, ну 90-95, 90-95, то есть в таком режиме он горячий и очень шумный. Оставим высокую производительность, оставим кулер буст, но уберем нагрузку на графику. Получится 3,5, 3,8 гигагерца, ну вот сейчас вот 3,8 например, но тоже скачет туда-сюда, ну то есть частота уже высокая в общем-то. И 62 ватта процессор потребляет, то есть раскочегарился. А температуры остались такие же высокие за 90 градусов. Но я не могу назвать этот ноутбук горячим, честно говоря, потому что в играх и при рендеринге все было нормально, а корпус тонкий, так что окей, система охлаждения нормально работает. Это режим высокой производительности и на самом деле он в нем не особо шумный, а в сбалансированном он еще тише. Но вот если мы включим кулер буст, вот тогда, тогда он станет шумный, тогда будет вот так. Питается ноутбук от вот такого небольшого зарядного устройства на 180 ватт, вставляется с левой стороны буквой Г. Напомню, что от Thunderbolt он заряжаться не умеет. Итак, MSI Creator Z16 Hiroshi Fuzivara. Что можно сказать в итоге про этот ноут? Ну, как я и сказал вначале, главное это дисплей. Дисплей фантастически классный, я прям с восторгом сидел и фильмы смотрел и играл. Цвета сочные, яркость, контрастность, даже DR еще включить в том же Cyberpunk просто персик. Я, кстати, не удивлюсь, что если каким-то более новым прибором померить, он там выдаст и, например, 100% Adobe RGB, но тут уж как наш прибор намерил, так я вам и показал. Клавиатурка прикольная, зачем ей мини-лет подсветка я не знаю, но выглядит красиво, ну такая же как обычные подсветки. А, петли, про петли забыл рассказать. Петли здесь две, вот такой вот механизм, они небольшие, и вот с ними я бы был на вашем месте поаккуратнее, потому что реально они маленькие, а крышка такая тяжелая, алюминиевая, и лучше не перекашивать ее, а открывать за центр или за оба угла сразу. Fuzivara, как мы видим, заляпался, пока мы его снимали, то есть отпечатки пальцев крышка тоже собирает, но выглядит он стильно. Ну, Hiroshi Fuzivara мало кто знает, окей, но две молнии, вроде круто, выглядит так неолеповато, прикольно, окей. Дальше динамики, 4 динамика, отличный звук, с ним все полный порядок, 7 часов от батареи на 70% яркости Blu-ray крутить, это тоже хорошо. Система охлаждения, 3 вентилятора, она справляется в играх, в рендеринге она справляется, и при этом ноутбук не шумный. Вот материнская плата перевернута, это плохо, оперативку наращивать замумукаешься. В целом ноутбук мне очень понравился, он прикольный, он не тяжелый, он крутой, у него отличнейший экран, и с ним все полный порядок. Кстати, к нему в комплекте там еще идет сумка, чехол, мышка и коврик, тоже с логотипами Hiroshi Fuzivara, но их вы могли видеть в распаковке этого ноутбука, ссылка в описании. Модель из обзора стоит 170 тысяч рублей, и надо сказать, что за такой экран и в целом за такой ноутбук это немного. Причем аналогов особо я никаких таких не нашел, чтобы сказать, во, вот этот вот намного лучше. Здесь как бы хорошо все, это отличный ноутбук. Да, Hiroshi Fuzivara, ну это бонусом идет, если вы, конечно, фанат, если так и есть, то вы вообще должны быть в восторге, ну а всем остальным, ну молнии и молнии нарисованы, зато там мышка, сумка и коврик в подарок. Ну и приятно знать, что у тебя лимитировано издание ноутбука, вроде бы MSI сказали, что всего на всю планету будет тысяча коробок. Мы в нотике умудрились охватить штучек 30, так что, как говорится, налетай, торопись, ноут отменный. Спасибо за внимание, до новых встреч, и всем пока! Продолжение следует...